Всем привет! Гороскоп на 19 ноября 2021 года для всех знаков зодиака. Идёт вторая фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Тельца. Продолжается 15-й лунный день. В 11 часов 57 минут начинается полнолуние и третья лунная фаза. В 17 часов 32 минуты Луна переходит в знак Близнецов. А с 16 часов 16 минут и до 16 часов 35 минут следующего дня – 16-й лунный день. 16-й лунный день – один из самых светлых и чистых дней лунного цикла. Сегодня вы можете отдохнуть, расслабиться, читайте книги, учите языки, будьте спокойны и расслаблены. Сегодня нельзя впадать в крайность, в чём бы то ни было. Придерживайтесь золотой середины. Усмирите свой характер, если считаете себя человеком неравновешенным. Оставьте работу на другие, более продуктивные дней. Хорошо, если сегодня у вас выходной, или вы можете вовсе отложить работу и отдохнуть дома. Борьба за справедливость, выяснение отношений – всё это сегодня неблагоприятно скажется на вашем самочувствии и на вашем будущем. Будьте рассудительны и трезво оценивайте ситуацию. День хорош для всего, что связано с очищением, будь то генеральная уборка дома или очищение духовное. Если вы чувствуете потребность чем-то заняться, то небольшие физические нагрузки будут даже полезны. Помойте пол или окна в квартире или сходите в бассейн. Сегодня между вашим физическим и астральным телами устанавливается связь. Её легко разрушить проявлением злобы, агрессии, насилия. Поэтому ещё раз, не впадайте в крайность. Если чувствуете, что вот-вот сорветесь на человека, лучше прекратить общение и уединиться. Шестнадцатый лунный день очень тихий и умиротворённый. Такими же тихими будут две оставшиеся недели лунного цикла, если на сегодняшний день пришлось полнолуние. Сегодня важно правильно толковать сны, так как они могут нести в себе важную информацию. Здоровье и питание. Не следует переедать. Откажитесь от спиртного, грибных и мясных блюд. Физические нагрузки полезны, но умеренные. Хирургические операции лучше отложить. Разумеется, кроме жизненно необходимых. Проводите очистку организма, насыщайте его витаминами. Сегодня организм особенно нуждается в железе. Поэтому можно съесть, например, гранат или выпить гранатовый сок. Сегодня день обновления крови. Поэтому любая связанная с кровью болезнь, возникшая сегодня, является предупреждающим сигналом для человека. Возможно, он неправильно использует лунную энергию. Шестнадцатый лунный день также связан с селезёнкой. Считается, что селезёнка накапливает эфирную энергию. Если вы чувствуете себя подавлено, растеряно, ощущаете глубокую тоску и безысходность, вам следует подумать над своими словами и поступками. Возможно, они противоречат заповедям сегодняшнего дня. Отсюда и плохое самочувствие. Вообще, причину всех возникающих сегодня болезней надо искать прежде всего в психике человека. Выздоровление не наступит, пока больной не переосмыслит свои действия и не очистится духовно. Для исцеления полезен позитивный настрой, вера в лучшее будущее и в собственные силы. Поход в парикмахерскую рекомендуется отложить. Стрижка волос в шестнадцатый лунный день ведёт к ошибкам, изменам, тяге к спиртному. Любовь и отношения. Для общения день благоприятен. Сегодня можно почувствовать гармонию взаимоотношений между родственниками, друзьями, супругами. Ссориться нельзя, общение должно быть мирным. Также сегодня один из самых удачных дней для вступления в брак. Супружеская жизнь будет спокойной, умиротворённой, как и энергия шестнадцатого лунного дня. На сегодняшний день можно запланировать и зачатие ребёнка. Он вырастет добрым человеком. Ему будет свойственна искренность, любовь ко всему живому, привязанность к дому. Работа и творчество. Не самый удачный день для карьеристов. Служебные рвения, напор и агрессия не поощряются. Лучше заняться чем-то спокойным. Можно навести порядок в архиве или на своём рабочем столе. Следует заниматься мелкими делами. Для свершения крупных дел время ещё настанет. Сегодня можно разрешать финансовые опросы. Но операции с недвижимостью лучше отложить. В этот день людям свойственна мечтательность. Они часто витают в облаках, их мысли выносятся далеко от работы. Поэтому бизнесменам и научным сотрудникам показана спокойная, несуетливая работа. А вот творческие люди, наоборот, могут приступать сегодня к выполнению важных проектов. Вообще, сегодня рекомендуется некоторое время уделить искусству. Сходить в театр, почитать книгу, послушать музыку. Сад, огород. На 16-й лунный день выпадает одна из критических точек. Полнолуние. Это время, когда идёт смена ритмов. Один переходит в другой. Земля в этот момент перестаёт дышать и замирает. Соки и жизненная сила не поступают ни в корни, ни в стебель растений. В этот период плоды и листья максимально наполнены питательными веществами и, соответственно, обладают полезными свойствами. Поэтому полнолуние – очень благоприятное время для сбора урожая. В полнолуние растения ничего не получают от земли. А потому в этот момент не рекомендуют сажать и засеивать. Но хорошо работать с почвой, носить удобрения, рыхлить, окучивать. Это время, когда растения не способны противостоять внешним воздействиям. Поэтому крайне нежелательно проводить обрезку, прищипку, посынкование растений. Нежелательно их пересаживать. Также очень осторожно следует обращаться с садовым инвентарём, чтобы избежать повреждений корней и побегов. В полнолуние можно выпалывать сорняки и бороться с вредителями. Чтобы не пропускать наши ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте здоровы! Ваш Полар Волф